Добрый вечер, в эфире «Весь Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жбкаев. Пару часов назад в нашей студии завершилась традиционная прямая линия с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. На этот раз эфир впервые проходил на телеканале «Россия-24». Были озвучены десятки вопросов на самые разные темы, на которые руководитель региона постарался давать обстоятельные ответы. Более подробно в сюжете корреспондента Артур Амхце. Впервые площадкой для прямой линии с главой Карачаева-Черкесии стал телеканал «Россия-24». У жителей республики было несколько дней и способов, чтобы задать интересующие их вопросы. Первый касался оказания социальной помощи семье участника специальной военной операции, которая осталась без попечения родителей и нуждается в собственном жилье. У нас буквально недавно был на эту тему разговор и внесение определенных законодательных актов на то, чтобы участники специальной военной операции могли быть первыми, кто получает такую социальную услугу без очереди. Я думаю, Мурат Олегович, мы в ближайшее время, вы адресно возьмите на контроль свой и давайте принимать такое решение. И здесь я уверен в том, что нас и парламент Карачаева-Черкесской республики поддержит. И мы такие законодательные акты внесем. На прямую линию дозвонилась женщина, которая проживает в аварийном доме по Октябрьской 3 в Черкесске. Она интересовалась, когда люди будут переселены в более комфортные условия. По словам министра строительства Рината Семенова, до конца года в северной части Черкеска будет сдан дом. Куда позднее и переедут собственники жилья в аварийном строении. До конца текущего года мы вводим в эксплуатацию второй дом по улице Свободу, 62. И до 1 июня мы переселим этот дом в Октябрьской 3, если не ошибаюсь, завершим. Часть вопросов от жителей касались недостаточного количества автобусных рейсов по ряду маршрутов. В частности, до села Придгорного в Урубском районе. А также до станицы Зеленчукской из региональной столицы. По каждому случаю будут проведены проверки. При необходимости количество единиц транспорта будет увеличено. Во время прямой линии был задан вопрос и об участии Карачаево-Черкесии в международной выставке на ВДНХ «Россия». День нашей республики в Москве запланирован на 8 декабря. Не обошли вниманием жителей региона и проблему обеспечения некоторых населенных пунктов питьевой водой. По словам главы Карачаево-Черкесии, решение вопроса находится на контроле. Так, аул «Кумыш» без перебойной подачи воды будет обеспечен до конца первого полугодия 2024 года. Всего же в регионе строится около 200 километров водопроводных коммуникаций. Ещё одна важная для населения проблема – несвоевременный вывоз мусора в Черкесске, из-за чего люди порой вынуждены подолгу лицезреть во дворах залежи бытовых отходов. Рашид Темрезов поручил мэру республиканской столицы держать ситуацию на личном контроле. Также граждан интересовали планы по развитию курорта Архыз. Успешный опыт инвестора доказывает, что притягательная для туристов зона отдыха станет ещё лучше. «Определён стратегический инвестор, такой, как компания «Горные вершины», которые уже показали себя и во время Олимпиады в Сочи, и на курорте «Красная поляна». Я считаю, что для республики это только плюс». Следующий вопрос касался благоустройства города Карачаевска. Недавно там открыли «Зелёный остров». Теперь людей интересовало, когда же они смогут воспользоваться услугами строящегося ледового дворца. Согласно планам, спортивное новоселье должно случиться до конца текущего года. Ещё один проблемный вопрос касался недоступности детских игровых комплексов для ребят с ограниченными возможностями передвижения. Слово было предоставлено градоначальнику Алексею Баскаеву, который отметил, что при проектировании тротуаров и зон отдыха для детей в городе стараются учесть все нюансы, что будет делаться и впредь. «Конечно, конечно, мы это учтём в работе. И вот сейчас, когда мы проводим работу по благоустройству наших тротуаров, мы обязательно учитываем эти нормы и требования, создаём доступную среду, так называемую безбарьерную среду. И ряд обращений нам поступает, мы обязательно её берём в работу и уделяем этому особое внимание». Завершающийся год промышленности показал, что в Карачаево-Черкесии есть предприятия, способные к успешному импортозамещению. Создаются новые рабочие места, что в нынешних условиях уже немаловажно. А итоги тематического года будут подведены в первом квартале 2024-го. Следующий год в России посвящён спорту. Жители попросили главу республики оценить некоторые достижения наших спортсменов. Рашид Тимрезов назвал в числе значимых успех футбольного нарта, который в скором времени представит регион во второй лиге. Впрочем, Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров по количеству людей, занимающихся физкультурой. И данный выбор населения будет всячески поочеряться и поддерживаться. Последний прозвучавший в эфире вопрос касался планов по строительству республики аэропорта. По словам Рашида Тимрезова, у нас много нереализованных проектов, которые мало кто ранее верил. При той поддержке, которую сегодня оказывает и председатель правительства Михаил Владимирович Мишусин, и при тех поручениях, которые уже даны, я думаю, что в ближайшее время мы начнём его строить. Отвечу так. Надеюсь, что мы начнём его строить в следующем году. Спасибо. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил жителей за небезразличные отношения к тому, что есть в республике. Он и команда будут делать всё, чтобы регион и дальше развивался. Разумеется, рамки эфирного времени не позволили озвучить в студии все поступившие на прямую линию вопросы. Однако ни одно обращение не останется без ответа. Артур Мухцев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 4, плюс 1, а днём 14-19, выше нуля и местами до плюс 12. В центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днём 16-18 градусов тепла. Выставочный стенд Карачаева-Черкесии на международной выставке-форуме «Россия» посетил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Возглавивший республиканскую делегацию председатель правительства республики Мурат Аргунов рассказал о концепции выставочной экспозиции и показал важнейшие туристические, научные и промышленные достижения региона, представленные в виде наглядных макетов и мультимедийного контента. Для Карачаева-Черкесии участие в международной выставке вместе со всеми регионами страны – это прекрасная возможность показать, как развивается республика, рассказать гостям выставки о промышленном, энергетическом, туристическом и сельскохозяйственном потенциале региона, как идет развитие этих отраслей, а самое главное – продемонстрировать всем гостеприимство наших народов, людей, тружеников, мудрость нашего старшего поколения и созидательную энергию молодежи, отметил глава региона Рашир Тимрезов. Руководитель республики поблагодарил Александра Новака за его личный вклад в развитие Карачаева-Черкесии и поддержку в решении важных вопросов социально-экономического развития. В республике введен в эксплуатацию новый 106-квартирный дом для сотрудников и пенсионеров МВД. Ключи первым новоселам вручил глава Карачаева-Черкесии Рашир Тимрезов. Подробности у Али Баташева. Новый многоквартирный дом в северном микрорайоне Черкеска. 17 этажей, 106 квартир, ключи от которых ждут своих новоселов, сотрудников и ветеранов МВД. Дом построен по современным технологиям. Домовая территория оснащена спортивными и детскими площадками, парковочными местами, а также собственной котельной. Убежден, что сотрудники МВД республики заслуживают жить в таких комфортных условиях, отметил Рашир Тимрезов на торжественной церемонии. Безусловно, это значимое событие в жизни сотрудников МВД по КЧР. И с точки зрения реализации социальных инициатив президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части социальных гарантий сотрудникам полиции и членам их семей. Мы со своей стороны оказываем и продолжим оказывать поддержку подразделения МВД у нашей республики по укреплению материально-технического оснащения в вопросах межведомственного сотрудничества. Считаю, что эффективное взаимодействие органов государства и власти всех уровней и МВД Карачаева-Черкесской республики во многом залог мира, согласия и стабильности на территории нашей республики. Свои поздравления жильцам нового многоквартирного дома адресовали руководство МВД, представители православного мусульманского духовенства и общественных организаций. Глава республики вручил сотрудникам комплекты ключей от новых квартир. И вместе с временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Карачаева-Черкесии Владимиром Нефедовым разрезал красную ленточку. Затем почетные гости осмотрели дом. Все квартиры сданы в эксплуатацию с полной внутренней отделкой. Поэтому ремонта не требуется. Как говорится, заходи и живи. Пенсионеры МВД Мухаммед Карданов вместе с женой Людмилой остались довольны новым жильем. Я работал всю жизнь в патрульно-постовой службе. Там в городе Лево-на-Борошилова-3. Вот счастливый день. Да, естественно, счастливый день. Конечно, все радуются. Все этот прекрасный дом. Сделали подарок ко дню милиции. Квартира, конечно, очень шикарная. Мы очень долго ждали ее. Мы очень рады. Все сделала прекрасно. Все шикарно. В гости к счастливым новоселам заглянул глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Многоквартирный дом построен в активно развивающемся районе республиканской столицы, оснащенном необходимой инфраструктурой. Рядом здание регионального МВД, новая поликлиника, спортивная площадка, центр для одаренных детей. Готовятся к открытию школы и детский сад. Есть все возможности жить и развиваться. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева-Черкесия. Из Карачаева-Черкесии в зону специальной военной операции в новых российских регионах отправилась очередная партия грузоподдержки. Представители одного из предприятий Карачаевского района республики подготовили для погрузки 3000 бутылок с безалкогольными напитками. Это далеко не первая партия, которую организация отправляет нашим землякам, предварительно уточнив в региональном народном фронте потребности военнослужащих из Карачаева-Черкесии. И посильная поддержка будет продолжена. Таким образом мы хотели бы оказать поддержку нашим бойцам, которые отстаивают наши интересы. Это скорее душевный порыв. И хотелось бы тем самым показать пример и другим организациям, которым под силу оказывать вот такую гуманитарную помощь. Стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народной участковой-2023», в котором принимают участие участковые и уполномоченные полиции со всех уголков страны. Нашу республику в финальном этапе представляет участковый и уполномоченный полиции МВД России Зеленчукский майор полиции Инна Лукьянова. Именно она по итогам двух отборочных туров набрала наибольшее количество голосов жителей республики. До 10 ноября каждый пользователь интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов за звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан. Результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, которой представляет участник. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова